В эфире новости Дагестан, в студии Зухралеева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Каникулы с Росгвардией. В Каспийске прошла ведомственная акция, направленная на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. Недетские траты на школьные принадлежности. Сколько в среднем стоит собрать в этом году ребенка в школу, узнавали наши корреспонденты. 31 миллион рублей направит правительство Дагестана на закупку спецтехники для доставки кислорода в больницы. Сотрудники Росгвардии в Каспийске устроили настоящие каникулы воспитанникам школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведомственная акция направлена на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, на популяризацию спорта и активного образа жизни. Продолжит мой коллега Карим Даниев. Юный Адам восхищается людьми в форме. Ему нравятся оружие и военный транспорт. С будущей профессией он уже определился, а сегодняшняя акция каникулы с Росгвардии лишний раз подтвердили его стремление защищать свою родину. Я хочу военным служить, хочу защищать людей, спасать, помогать всем. Я хочу, чтобы у вас все в мире был мир. Всероссийская акция каникулы с Росгвардии направлена на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, а также популяризацию спорта и активного образа жизни. Сегодня спецподразделения Росгвардии посетили дети из школы-интерната для сирот и оставшихся без попечителя. В рамках этой акции мы ознакомливаем детей подшефных заведений с бытом сотрудников Росгвардии, с жизнью бойцов спецподразделений. И порой, и даже как часто бывает, что детям нравятся вот эти мероприятия. И, как правило, некоторые дети из наших подшефных заведений связывают жизнь со службой вооруженных силах Российской Федерации. Для детей из школы-интернат провели экскурсию по подразделению. Каждый смог почувствовать себя военнослужащим, примерить средства защиты, изучить основы оборонительного строя, посидеть в БТРе и другой военной технике. В программе также были эффектные шоу от спецназовцев, а в завершение дети подкрепились в полевой кухне. Мы регулярно это проводили, и на сегодняшний день очередное мероприятие у нас совместно с Росгвардиями. Потому что нашим детям это нравится, и каждый из них видит себя в форме. Поэтому мы сегодня их всех одели в форму и приехали сюда на это мероприятие. Огромное спасибо ребятам, то, что организовали, то, что делает внимание нашим детям. Это нам очень важная и нужная работа. В глазах этих ребят восхищение, ведь они нашли себе кумиров и определились с будущей профессией. Карим Даниев, Магомед Магометов, телеканал ННТ, Каспийск. 500 школьных наборов раздаст Союз женщин Дагестана малоимущим и многодетным семьям. Дагестанское региональное отделение общественной организации при поддержке Министерства по национальной политике и делам религии вновь проводит уже ставшую традиционной благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Ее цель – оказать поддержку семьям, чье материальное состояние в данный момент не позволяет полностью собрать ребенка в школу. В наборы входят ручки, тетради, дневники, пеналы, альбомы, карандаши для рисования, краски. И все это раскладывается в рюкзак и вручается каждому школьнику. Это огромная поддержка, особенно для тех малоимущих семей, которые возникают трудности со сбором и подготовкой к учебному году. Уверен, что дети правильно оценят и будут учиться очень хорошо. Тем более в этом году Сергей Невышмеликов серьезную поддержку оказал тем, которые закончил и на 100 баллов сдал ЕГЭ. Хочу поблагодарить тех людей, которые внесли свою лепту в такой большой сегодняшней, я считаю, вот такой благотворительной акцией нашу. Всем сказать хочу я спасибо. Они, наверное, может, я думаю, слышат меня, и пусть Всевышний им воздаст. Да не оскудеет рука дающего, а самое главное, пусть Всевышний примет и дает здоровье им, самим и родным и близким. А деткам нашим, конечно, успеха в учебе, счастливой жизни, счастливого детства, счастливых школьных дней. Отмечу, что в нашей республике в этом году 1 сентября сядут за парты 390 тысяч школьников. Родители школьников активно готовятся к новому учебному году, закупают школьную форму, канцелярские товары и учебники. Но для многих родителей сборы в школу задачи не из легких. Одежда, обувь, спортивная форма, канцелярия, рюкзак – все надо успеть купить. Наши корреспонденты решили разобраться в вопросе и выяснить, насколько дорого сегодня обходится семье собрать ребенка к учебному году. Слово Натальи Ханбабаевой. Для детей новый учебный год – это яркие впечатления, но для их родителей это серьезные траты. В этом году российские семьи получили по 10 тысяч рублей для подготовки детей к школе. Вместе с жительницей Махачкалы Валерией Смирновой мы собрали необходимую канцелярию для ее дочки. Девочка идет в третий класс. Люди покупают основную канцелярию, то, что нужно на школу практически на весь год. Средний чек выходит где-то около двух тысяч. И плюс ко всему многие магазины к первому сентябрю делают скидки как подарок. То есть сами предприниматели входят в положение родителей, тем более у нас в Дагестане многодетно, и предоставляют дополнительные скидки. Но на этом сборы в школу не заканчиваются. Помимо ручек, тетрадей, карандашей нужно приобрести форму, портфель и ущебные пособия. При этом одежда должна быть комфортной, в то же время ноская. А портфель не портить осанку. В 10 тысяч можно вполне уложиться. Есть эконом-варианты какие-то по одежде. Вот я своей дочери купила за 400 рублей рубашку. Юбку можно купить там рублей за 500 тоже. Туфельки какие-то рублей за 500. И не каждому ребенку может достаться учебник, к сожалению. В данном случае, да, это уже, естественно, бьет по бюджету, потому что новые учебники стоят рублей 400, одна часть, а там, как правило, две части бывают. Однако не все родители разделяют мнение, что 10 тысяч рублей вполне достаточно. По данным Росстата, сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся 19 тысяч рублей, а девочки выше 24 тысяч. Эконома, кроссовки взяла, спортивки взяла и сумку взяла. Больше ничего не взяла я ребенку. 12 тысяч 800 рублей ушло. Еще надо все вот эти принадлежности брать. Еще надо, я еще не купила ни брюки, ни обувь, ни рубашку. Ничего не взяла. На эти 10 тысяч что хочешь покупать. Твоих детей, чтобы одеть, 40-50 тысяч уходит. Многие покупатели жалуются. В августе цены на школьные товары резко взлетают. Сильнее всего дорожают тетради, ручки, альбомы для рисования и папки с файлами. Подорожание канцелярии перед новым учебным годом связано с увеличением стоимости полимерных материалов и целлюлозы. Однако предприниматели стараются делать скидки. Товар подорожал на 40%. Цены у нас приемлемые. Мы цены так не завышаем. А так спросы есть. Ну, конечно, люди берут хорошее все. То, что качественное, хорошее все люди берут. Вот взять сумочку и констовары на одного ребенка уходит где-то. Ну, сумка стоит самая хорошая – 3 тысячи, 2 500. И вот так же констовары на 2 тысячи уходит ребенка. 4 500. Скидки, да. У нас бывают постоянные клиенты. Скидочки тоже мы делаем. Люди остаются очень даже довольные. Сборы в школу всегда сильно бьют по семейному бюджету. Президентские выплаты стали важной поддержкой. Однако, ввиду роста цен на школьные товары, пособия не покрывают и половину расходов. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Твори добро. С таким названием студенты гуманитарно-педагогического колледжа Махачкалы запустили благотворительный челлендж. Они с помощью воздушных шаров помогли и малоимущей семье подготовить ребенка в первый класс. Подробнее в следующем сюжете. Студентки ГПК закупили 16 гелевых шаров. Затем они продали их прохожим по свободной цене. Кто-то покупал шары по 50, а кто-то по 100 и даже по 500 рублей. Всего молодым ребятам удалось собрать около 5000 рублей. На самом деле я думала, что мы не соберем сумму, но были очень такие добрые, отзывчивые люди, которые давали не просто по 100, по 200 рублей, они кидали и большие, и крупные суммы. Мне казалось, что прохожим людям кто даст. Мы объявляли свободную цену на шар, что у нас проходит такая акция, не хотите ли вы принять участие. Но знаете, я кое-что для себя подметила, в большинстве случаев нам помогали именно мужчины. Это были дяденьки, помню, это было после пятницы, и все решили творить добро. На вырученные средства студенты купили рубашку, брюки, обувь и портфель первокласснику. Затем ребята отправились к малоимущей семье и вручили школьный набор. Спасибо, я буду стараться учиться на отлично. Кто был инициатором этого всего, дай вам здоровья, чтобы побольше таких добрых людей. Ну и что еще сказать? Всем здоровья. Активисты ГПК уверены, творить добро не сложно, главное – чуточку желания. Они передают эту эстафету студентам других учебных заведений. Молодые ребята надеются, что цепочка добрых дел продолжится, ведь только у фонда «Инстан» в числе малоимущих находится более 10 тысяч семей, каждый из которых мы можем помочь. Хамз Нурмагимидов, Нурмагимид Магимидов, Долгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Правительство Дагестана направит 31 миллион рублей на закупку спецтехники для доставки кислорода в больницы. Об этом сообщил премьер-министр республики Абдул Патах Амирханов на очередном совещании. Необходимость выделить дополнительное средство появилась в связи с увеличением количества больных в регионе. Суточное потребление жидкого медицинского кислорода, по данным Минздрава республики, составляет 30 тонн. Между тем, поставщики медицинского кислорода в Дагестане столкнулись с проблемами его транспортировки из других регионов из-за отсутствия специальной техники. При этом собственное производство медицинского кислорода здесь отсутствует. В этой связи был изучен рынок производителей транспортных средств, предназначенных для перевозки специальных жидкостей. Муфтий Дагестана встретился с делегацией из Сулейманстальского района. В ее состав вошли глава муниципалитета Нариман Абдул Муталимов, религиозные и общественные деятели. В ходе беседы обсудили вопросы сотрудничества. Глава района поблагодарил духовного лидера за масштабную работу, которая проводится муфтиятом по всей республике. Большая работа проводится вами. Тоже стараемся сохранить мир, стабильность в нашем районе. Если в районе спокойно, значит и в Дагестане спокойно. В общем, в районе стабильная, спокойная и общественно-политическая, и религиозная ситуация. Бывают проблемы, они решаются. Создали такой совет, консультативный совет при главе по взаимодействию с религиозными организациями, с нашими советами имамов. Вместе проводим мероприятия. Шейх Ахмад Афанзи отметил необходимость взаимодействия во благо населения. Муфтий, в частности, подчеркнул, что подобные встречи носят объединяющий характер и укрепляют братство между людьми. На встрече также присутствовал министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов. В Дербенте начались съемки многосерийного фильма «Русская жена». События картин разворачиваются в конце 2015 года в разгар гражданской войны в Сирии. Старый Дербент выбран не случайно. Архитектура города в чем-то схожа с Дамаском и старыми городами Сирии, где разворачиваются события фильма. Съемки идут по всему городу. Большинство сцен обыгрываются на улочках могальной части Дербента вдоль крепостных стен. Порой действия проходят в дербентских колоритных общих дворах. Артисты и съемочная бригада задержатся в городе до 8 сентября. Выбирали именно по красоте, по природе то, что подходит по сюжету нашего фильма. Очень дружелюбно относятся местные населения и хотят и сниматься, участвовать, записываться в актеры массовых сцен. И помогают в производстве, в процессе съемочном. То есть участвуют у нас и работают, и так помогают. То есть очень хорошо нас Дербент принимает. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов пожелал ярких побед дагестанским спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в Токио стартовали 16-летние Паралимпийские игры. И сборная России считается претендентом на призовое место в медальном зачете. Шестеро сильных духом талантливых спортсменов представляют Дагестан в составе сборной команды России. Наши атлеты поборются за право называться лучшими в паратэквондо, легкой атлетике, настольном теннисе и дзюдо. Победители и призеров первенства мира по спортивной борьбе чествовали в Министерстве спорта Республики. Напомним, в Уфе с 13 по 22 августа проходили международные соревнования, на которых дагестанские спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медали. Победителями в вольной борьбе стали Рамазан Багавуддинов и Шамиль Мамедов в греко-римском стиле Денислан Бамматов. Бронзовым призером в женской борьбе стала Марьям Гусейнова. Поздравляя спортсменов с заслуженными медалями, Сажид Зажидов подчеркнул, что в недолгой перспективе они могут стать полноправными членами главной сборной страны и бороться за олимпийские путевки на игры в Париже в 2024 году. Министр обратил внимание и на работу тренеров, поздравив их с отличным результатом. Поздравить, поблагодарить за ту работу, которую они сделали. В первую очередь тренеров личных, тот вклад, то, что вы делаете, это большое дело. Да, самое главное, особенно работа с молодежью, с детьми, это важный фактор того, что их на воспитании. Насколько, как вы их воспитаете правильно, насколько и будет они пригласить пользу обществу. Не только золотыми медалями, а своим поведением, своими делами, можно сказать, своими словами. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok